здравствуйте мы испытываем селфи палку выхожу на дорогу провожаю артема и начинаем рассказывать как были у нас такие видео да можем идти через лес но только нет наверно не здесь сегодня заготавливали дрова дело в том что наши лесники или как их там называют в общем лесное хозяйство они не не сподобались себе сделать убрать все вот эти ветки которые нападали в прошлом году 18 19 января не в прошлом году в прошлой зимой в этом году за весну за лето и за осень не успели убрать пилили тут ходили в общем было тут просто вырезали тут древесину которая нормативно да ровная которую можно распилить и продать а такие ветки они не собрали не спалили и это хорошо это правильно они оставили нам летом не было некогда и ну некуда было загружать а сейчас появилась такая возможность мы там поделали кое-какие вещи и теперь можно будет собирать дрова в основном у нас сосновые это конечно не первый сорт но они зато не сушеные получаются очень хорошее качество сзади машина автомобиль мы сначала просто собирали ветки потом начали частями собирать в общем распиливать отпиливать а потом мы нашли заначку оказывается просто присыпанная ветками там внутри хранились такие более-менее дровяные крупные напиленные они так большого размера ну в принципе их применить как дрова можно дело в том что я не понимаю зачем делали эти заначки их же просто потом кто-то придет вот будет более-менее подсохнет снег когда сойдет весной а весной любят сжигать пойдут спичку кинут и оно все сгорит какой смысл их складывать какой смысл их вообще было собирать раскидали вот как как резали это обычно есть такое что там валяется деревяшка там валяется ну такие крупные бревна они не ликвидные ну то есть не коммерческие а таких надо на дрова много-много раз распиливать так называемые штаны там где ветки так расходятся она просто не интересно никому не интересно там долго пилить можно сломать цепь поэтому никто этим не занимается просто бы оставили так и такое часто бывает нет надо собрать все сложить спрятать за заныкать а потом кто-то придет будет это о куча распалил нормально да зима кстати дороги чистят в этом году более-менее регулярно чистили как снег выпал в тот же день почистили не сразу одета ближе ко дню тут даже широко и одна из знаю почему тут широко в этом месте потому что здесь живет тракторист который это все чистит да он занимается перевозит лесу него наверное скорее всего сила платит спереди в него отвал а сзади вот эта штука что бревна хватать там три таких этих пальцев не знаю как называется ну какая разница вот он работает на лесоповале а потом при это свободное время чистит когда выпадает принципе это нормально не надо нанимать коммунальные службы зачем держать какие-то отдельные не надо нанимать жек какой-то или еще что-то такое а просто частное лицо у которого есть трактор тракторов здесь много нанимается определенные улицы он по делу работу ему заплатили все вопросы не возникают нормально мне так даже больше нравится чем какое-то специализированное хозяйство которого вечно все поломано и вечно они никогда не успевают вовремя а как было в киеве недавно которые вечно не ожидают что снег выпадет да так в киеве что самое интересное на посыпали дорожки не снега не было ни льда не иния ничего не воды даже ну не дождя ничего не было посыпали песком все типа 1 2 денежки плати вот такие коммунальные службы что еще а провели у нас летом восемнадцатого года поставили на столбы электрические которые вдоль дорог у нас есть вдоль дорог и те которые идут по огородам электрические столбы вот мы сейчас подходим на горку поднимемся и там будет такой столб на котором есть освещение у нас ждут конечно долго ждут пока освещение включить пока конкретно стемнеет пока темень такая же не настает вообще потом они включать ну то такое дело зато светит почти всю ночь утром выключают да ну нам на нашем участке улице такого нет потому что у нас огородами идет не знаю будет ли такое освещение или нет но по крайней мере уже лучше она отражается от облаков отражается от снега иди по дороге нормально как скользко да ну там иди я буду покровить и отражается и лучше видно чем было до этого до этого только с фонариком но в общем если такой лед или еще что-то или дождь надо идти с фонариком потому что у нас улица грунтовая и можно просто попасть в лужу или колею и конкретно там чуть ли не убийца было такое я как раз решил сэкономить что-то там такое спешил и как попал в лужу чуть ли не по колено вот столбы первый столб или последний и там дальше чуть ли не до центра освещения есть ну нормально ярко светят современные лампочки не такие желтые как я не люблю желтые недели светит и толку от них мало эти такие белесые и яркие еще асфальт в трассу делали и непонятно вот недавно делали ли они зимой вот не самое интересное осенью они делали принципе была нормальная теплая погода где-то плюс 10 плюс 15 градусов можно было работать но я видел эти катки работали ездили ну то есть непонятно не укладывали асфальт или нет на трассе каньев черкасса отрезок катались там два катка этих какие-то современные с одной стороны у них колеса с другой стороны стальной каток а на другом и там колеса и там колеса только много их этих колес и не теми колесами продавливать на она очень жесткие специально под этот под асфальт делали более-менее нормально не знаю как оно будет держаться этот асфальт все зависит от того как его плотно укатали потому что в черкассах я видел несколько раз такие места где был слабо укатан и прошло три года уже или два около того и уже там выкрашилась так что будем посмотреть и мне не нравится то что они не делали сразу обочины то есть они приезжали делали какой-то участок метров а о блин пропустили заболокали вот сюда можно вот тропинка у них еще запасная то есть они делали центральную дорогу одну колею делали потом вторую а потом надо делать было еще стороны или хотя бы разъезды на перекрестках чего сделано не было и очень неприятно было да и на велосипеде ездить на машинах я видел тоже съезжают или переезжают то это было немножко неприятно вроде там некоторые места поделали а так непонятно поделали тебя обочину или не поделал вместе я так везде не смотрел только где съезды с с трассы центре сделано проезд подорожал процентов на 30 что это евро да да где-то евро стоит так не хило получается было дешевле было меньше доллара а сейчас стало евро одно ну это конечно дешевле чем василий солодов ездит по своему на маршрутках на любом виде транспорта у них два евро по городу по риге так что как сказать терпимо для них для нас это дороговато так ветер начал дуть сильный до такой прохладный что у нас темнеет мы уже пошли лесом мне здесь больше нравится ходить чем по дороге на дороге лед накатан машины едут надо постоянно уступать и как-то не уютно и собаки там лает так идешь собаки все время даже с со дворов неприятно а так природа раньше эту часто и ходил ездил почти все время как только узнал эту дорожку знал еще до покупки этого участка случайно посмотрели по углу и увидели что тут что то есть пошли действительно тут какая-то тропинка довольно широкая у нас почва песчаная так что даже в дочь можно ходить не бывают лужи но когда очень сильный дождь так что можно и на велосипеде можно кататься только весной не не очень плохо грех грузнит этот колеса могут загрузнуть потому что верхний слой оттаивает а внизу еще замерзшие а потом когда все оттаивает полностью земля тогда впитывается очень быстро где-то за неделю или за две вот здесь местами снега нет я иду это такой эффект тут солнце подсвечивает под соснами разогревается и местами даже проплешины полностью снег сошел такое интересное место а у нас на участке получается много снег а здесь его практически нет вот такие вот интересные события то есть особенности ну ладно тут раньше был лес теперь елочки вырос лето года 4-5 назад на ра 5 полностью вырубили здесь все выпилили посадили сеянцы нет да сеянцы семена посадили и такой же лес будет лес для вас потомки этот корабельный будет лес да здесь была хорошая тропинка теперь ее убили полностью тут все переделали узкая неудобная ну натопчет я думаю люди сделают пошире постепенно она зарастет травой все будет хорошо и раньше здесь и велосипедом ездил а теперь такая узкая неудобная поэтому велосипедом не езжу стараюсь туда бежать с той стороны школы и дубы тут растут тут видно березы хорошо говори громче а да включили свет мы посмотрим протестируете как это как у нас все лесть освещение сделали но это как-то практически одновременно провели оптоволоконный интернет я не знаю какая там скорость не тестировал не видел намного быстрее чем по проволочному телефону и намного быстрее чем 3g и что у нас там еще и 4g 4g у меня ловит в принципе но там настолько низкий прием что все только название остается она иногда да иногда но работает но толку с того 4g только название что аж или аж плюс одно название но так вот на участке но не работает надо где-то дальше или ближе к центру или ближе к вышке идти поэтому плохо и два оператора и два оператора плохо что один плохо что второй пловит такой же интернет плохой получать но оборудование конечно поставили по может где-то сняли старое отработавшие где-то в городе сняли и поставили у нас но по крайней мере хоть что то есть а то же было вообще 2g ну то есть никакого да хочу сказать а вот пока жертю здесь был в школе такой амбар длинный где-то здесь он заканчивался а там он начинался возле этого домика красивого этот дом построен домик вот этот ну это туалет раздельный на две стороны а здесь было из кирпича такое страшное вонючее здание его сравняли с землей и здесь сделали там дальше да да сейчас буду заканчивать там дальше сделали септик это они сливали просто помой где мы только что проходили а теперь решили все делать более-менее культурно вот такие вот дела с вами был арсений селезнев зверобой мы практически прошли пол дороги подписывайтесь на канал смотрите обновления пока